Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить рэфа вторая, сейчас у нас, смотрите-ка, есть дворцы, какие-то кровосмешения и вырождения, дом нечистого знания. А куда нам надо... Что за дом нечистого знания? Здесь у нас башня мага, здесь хибзомиры и прочее-прочее. Ладно, предположим, что нам с вами надо вот сюда вниз. Да? Мы не этот портал недавно включали, что-то наш динозавр еле ходит, бедный. Кажется, он это, немного пострадал. Нет, смотрите-ка, просто он, видимо, тупит. Хорошо, тогда нашего персонажа я на этого самого динозавра усажу, давайте смотреть. В общем, если мы дойдем вот сюда, ну, то есть нам нужен портал все-таки наверх теперь. Я что-то зря вниз спустился, кажется. Это заброшенный особняк, там у нас был квест Вульжефа. Ну, в общем, у нас сейчас цель, да, с вами осмотреться, найти какие-то новые локации, новые места. Мне так кажется, что мы с вами, скорее всего, при этом найдем еще обязательно какие-то сражения. О, прилетело. Но это не факт. Так. Здесь прям составной мост. Ага. Ох, рожане. О, плащ волка-одиночки. Плащ волка-одиночки. Ммм. Всякий раз, когда в радиусе 10 футов от носящего этот плащ не оказывается врагов, врагов, он получает бонус плюс 3 на урон дистанционным атакам и бонус на у... Ммм, слушайте. А что у девчули? Ну, не, периодически в радиусе 10 футов от него все-таки оказывается кто-то такой. Так. Ну, господа, давайте. Куда? У меня такое ощущение, что мы сейчас прям к ногтикуле придем. Прямо в ад, блин. Такое ощущение, что так и есть. Это выглядит как какое-то главное сооружение города, если честно. Ха-ха. Ммм, рынок? Рынок нечетный. Просто странно, что возле главного сооружения будет такой вот продуктовый развал. Но выглядит реально как дворец главный. Ладно, допустим. Но все равно, может, мы отсюда куда-нибудь сможем перейти. Помним, да, у нас еще башня мага с вами ждет и дождется нас. Кажется, все. Ну, ладно. Видимо, здесь мы как бы ждем, когда ногтикула нас прознает и позовет к себе сама. Но, ну, хотя бы, знаете, стоило нам собрать вот эту вот дорожку, она осталась собранной. И это уже как бы обнадеживает немножко. Хе-хе-хе. Вот. Вот. Типа смертный в нашем присутствии, таким как ты, надлежит опускаться на колени. Ногтикула позволяет гостям улучшению слишком много вольности. Ну, вот, в общем-то, да. Кто тут? Суккуба. А это кто? Стрелок-эмбрион. Давайте-ка этого эмбриона сейчас и зафигачим. Эй. Ай, чуть-чуть. Уф. Немножко ему совсем не хватило этому эмбриону. А ладно, тем временем. Ну что, давайте с суккубой тогда начнем заниматься. О. Ну, да. Это тебе удача. Сейчас Вольжев покажет, как надо. Вольжев, уличный стиль боя. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. А Вольжев и что-то сегодня поперло, да? Вы заметили? Он просто зарезал бедолагу, вообще не дав шансов. Кстати, Маркан тоже что-то, я так смотрю, прет. Тут, конечно, суккубы что-то пытаются с этим сделать, но я так чувствую, что тут кана всем. А, Рушалаечка, давай, наверное, с суккубой займешься ты. О. Она всем займется. Да, только у нас почему-то Вольжев снова восклицательный значок. А, угроза смерти. Стоп, почему у нее не способность атаковать? Что за фигня? Так. Ладно, собрали. Давайте еще раз. Когда кто-то умирает в радиусе 10 футов, заклинание ускорения длительность 2 до 3 раунда. Ну, что-то, что-то оно кажется глючит. Вот что я хочу сказать. Дворец кровосмешения и вырождение. Надо ли нам туда? Наверное, нет. Давайте, ну, в смысле, пока что нет. А вот это похоже на башню... Нет, не на башню. Так. Вот это похоже на башню мага. Нет? Ну-ка. Кристалл ритмично мерцает, словно в такт чьему-то сердцебиению. Если смотреться в него, кажется, что ощущаешь пульс самоолушения. Дом нечистого знания. Дом нечистого знания. Так, там портал наверх. А вот это что такое? Ну, все-таки, где-то тут должен же быть этот самый... Эта самая башня мага. А, ну, это дом кровосмешения и вырождение. Что-то у них, конечно, тусовки нормальные. Ага. А, и вот это вот очередная крутилка-пазл, да? А куда она нас, если что, приведет? О! Вот это, кстати, похоже на что-то, что нам может быть и нужно. Хорошо, давайте тогда займемся. Крутилка-пазл. Типа, оп. Ага, очень интересно. И чё? Ну, типа, вот, да, мы можем выставить. Так, раз, перестал вращаться. Сила. Ну, допустим, вот, нет. Но, нет. Хорошо, ща, немного терпения. Я так думаю, нам повезет в какой-то момент. Да? Не, не очень. Дай. Во. Во, отлично. Вторая есть. Дэйрон. О! Дэйрон есть. Вольжев. Ой. Ой-ой-ой. Черт. Чуть Дэйрона в небытие не скинули. Ха-ха-ха. Так, хорошо, Вольжев, давай. Э. Вот, блоблом. Все, выставил. И так это, обломаться. Так, Дэйрон, сори. Ну, э, все, оно стоит на месте. Ал. Уэ. Сатанист. Чё, чё, чё он не хочет зайти, а? Дэйрон, не очкуй. Мы больше не будем вращать эту штуку. Типа, она не считается ровно стоящей. А, она кверх ногами. Тебя понял, есть еще нюанс. Там, видите, решеточка есть такая, да? И вот эта решеточка должна быть сверху. Типа, вот. Да, Дэйронисимо, все, все хорошо. Так, дальше, Вольжев. Давай. Оп. Ай. Промахнулись. О. Вольжев. А, Вольжев, иди. И осталось... Смотрите-ка, двое осталось. То есть, в принципе, дорожку мы сейчас соберем. Оп. Так. И вот эту штуку. О. Ныне. Ну и получается, Арушалай. И ждем, кто же к нам сюда приедет в итоге. А. Нам приедет сундучок. Ой. Ага. Сундучок в это, ловушечок. Но зато мы получили несущий веру. Нифига себе. Всякий раз, когда держащий цветой скиметр плюс 4 подтверждает критический удар, он совершает проверку навыка знания религии сложность 40. При успехе... При успехе... Офига себе. Все вокруг вылечивают столько хп. Слушайте, надо тогда и в средний город вернуться и там пазл собрать. Ну, если это такой бонус, то в среднем городе тоже там что-то. Ага. А тут вампир-фехтовальщик. Черт, а вот теперь команда сильно разделилась. О-й-ё. О-й-ё. А, вот это было плохо. Тут какие-то вампирские у них темы, я так смотрю. А, Дейрон. Дейрон. А я не знаю, чё. Но только если это... Ммм, блин. И давненько я не сохранялся ещё. Вот ведь. Ну ладно. Ой. Ага. Там это, Висмута против нас обратили. Ладно, силушка. Давай эту дрянь всё-таки попробуем прибить с тобой. Нынео. Что-нибудь у тебя интересное есть? Кстати, у Нынео есть много всего интересного, я вспомню. В частности, у неё есть вот эта вот штука. Мега-разложение. Давайте-ка его как-нибудь... Давайте-ка его как-нибудь... толпу не самая лучшая идея. Стрельба близи у девчоли отключена, но всё равно она пытается максимально пройти. Ладно. Тогда вот сюда проходи. Это та дистанция, которую она может пройти и выстрелить потом. Вот. Фуф. Да, с вампирами шутки плохи, я так смотрю. Это... Обалдеться. Глориес. Ладно, Вольжев. Ну, хотя бы Вольжев, наверное, сейчас что-нибудь сделает. Во, Вольжев что-то сделал. Хорошо, хоть горожанин тут это не пытается... Ага. Но подчинение, к счастью, не заходит. И смотрите-ка, очередное подчинение не зашло. И получается, что он вернулся под наш контроль. Так, девчоли, ну что, как насчёт разгона? Чёрт. Не может она с разбега никого атаковать. Придётся, видимо, пёхом просто идти. Ну, вот сюда, например. Да, вампиры совершенно внезапно здесь оказались. Ну, я так думаю, что в какой-то момент всё равно мы с вами этот... Город, получается, зачистим. Он станет более-менее безопасным для нас, да? Но пока что... Эх, девчоль. Далеко прошла. Эх. Ладно, ну лучше тогда ещё в невидимость встать, чтобы не провоцировать никого лишний раз. А, Марко, ну что ж, давай. Почему-то пехтовальщик, кстати, даже с места не сдвинул. Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой. Так, девчоль, тебе... Да, тебе только идти. Ну, вот о чём я и говорил. Будет плохо, если народ сильно разделится. Ага. Ладно, силушка-то выдержит всё, что угодно. Хотя отрицательные уровни не есть. Хорошо. Вольжев, как насчёт... О, а Вольжев даже успевает вот так вот подбежать, и сподтишка пырнуть. Во. Ха. Так, Висмут, который вернулся к нам. Бум. Ха-ха-ха. Прикольно. Так, интересно, Висмут считается рядом вот с этим стоящим? Да, ну, чуваки. А, понятно. Уже не важно. Ладно. Ух. Ух. Там и силушка наваливает, и все наваливают. А нынио. Ну, например, вот в этом. Больно тебе дрянь, да? Больно? А, Маркан. Давай. Всего лишь 83. О. И, наконец-то, Арушалаечка может. Я надеюсь, она Висмута не... Она атакует Висмута. Оставшимся, как бы, действиями... Чёрт. А вот этот амулет явно сломан. Это пипец какой-то. Очень обидно. Придётся, видимо, от него отказаться. Ну, то есть, идея-то классная. Всё здорово, но... Ну, почему-то, короче, он не работает нифига, как должен. И в итоге у нас, в основном, несчастный этот... Как это? Несчастный Вольджев практически не может атаковать. Вместо того, чтобы быть ускоренным и злобным. Обидно. Ну, ладно. А-а-а. Такая классная шмотка, а? Ну, в теории была, да? На практике, к сожалению, нет. Всё, разобрались. Давайте соберёмся и... Ещё раз. Всякий раз, когда рядом кто-то дохнет, действует заклинание ускорения длительностью 2 до 3 раунда. И эффект обновляется каждый раз, когда кто-то умирает. Ну, нифига так не происходит, к сожалению. Поэтому... Поэтому вот такая хрень. Что у него, кстати, за шлем? А, это атака рогами. Окей. Атака рогами пусть будет. Атака рогами. Звучит как это... О, кольцо защиты плюс 3. А, кстати, на Вольджеве какой-нибудь есть? Ну, вообще, у всех ли... Вот, кольцо защиты плюс 2 сразу сходу нашлось. Которое мы грейданём. С ботинками у нас какая-то беда. С ботинками всё плохо. Дерон, давай-ка разочек нас. Легка не всех. Отрицательный уровень, кстати. Было бы здорово как-то их отменить. Причём у многих, в том числе и у Дерона. Давай тогда с себя начинай. Восстановление высшее. Сколько он уровней вернёт? Ой, Нэнё. Хватит. Так, у Нэнё всё хорошо. Кстати, здесь сейчас можно обычным восстановлением, наверное. Да? Девчуля. Ой, минус 4. Да? Ну-ка. Такое быстрое заклинание. Вольт. Минус 1. А, нет. Это та шарашивающая рана. Стой. Не надо. Пытаюсь излечить тот же самый просто этот скин. Поэтому... Стоп-стоп-стоп. Здесь всё прошло. Получается, только надо. Только на силушке. Ну, давай. Отлично. Ну, и... Давай себя долечи уже вот этими, например. Ой. Ну, какое-то время на это уйдёт. Ну, просто ауэшные хилы не хочется тратить сейчас. Так, ну мы с вами так и не нашли башню магу пресловутую. Хотя есть некий портал вниз. А куда он нас приведёт? Ну, давайте искать. Точнее, это портал наверх. Горожанин, горожанка. Ну, мы знаем этих горожан. Они постоянно... Чё-нибудь им не нравится. И они нападают, тварь такие. О, знание религии. На стене начерпаны непонятные закорючки на одном из бесконечных диалектов бездны. А, у нас лана не было. И мы провалили проверку. Ну, фак. Бывает. Ну, ладно. Эта штука, значит, не для нас. А-а-а... Что у нас тут? Крыша. Чёрт. Лады. А-а-а... Дом нечистого знания. Но это вроде не тот... Не то место, которое нам нужно было. Ой. Ой. Назад. Нам с вами нужно было... А, непонятно, что нам нужно. Башня мага. И вот, подише ты пойми. Ну, может, она вот здесь? Вот эту часть осмотреть. Портал вниз. Давайте попробуем камеру повернуть, чтобы у нас поменялось всё немножко. Сейчас оно всё встанет на места. Мы с вами ещё раз попробуем изучить, чего куда. Здесь заброшено... Ну, вот тут какие-то острова есть. Может, на них что-нибудь. Да, мы же тут тоже сразу не знали всё. Дворец кровосмещения и вырождение. Я так чувствую, это... Ну, как бы... Не то. Правильно же? Прятки с демонами. Следует во дворце Нактикул. То есть нам нужно приглашение от самой Нактикулы. Навести особняк Виладуса. Кстати, вот особняк Виладуса же мы тоже не нашли ещё. Хотя непонятно. Вот этот вот дом нечистого знания, это оно? Уголёк с Нактикулой. Это поговорить с Рушалой потом. Вот ведь. Башня мага в верхнем городе, да? Ну, то есть... Нифига, непонятно. Ну, тогда... Тогда-тогда чего? Здесь никакого мага нет. О! Зато здесь, кажется, ещё может быть это... Нет, ничего здесь. Нет, вот. Какая-то фигня. Ну-ка. Ага. О, башня мага. Ха! Искали, нашли. Надо же, как она это... По... По вызову работает. Надпись сделана на архаичном эльфийском. Можно различить слова «Чужой дом», «Вижу тебя» и «Взываю калистрей». Вероятно, это защитные чары против воров, потерявшие силу за долгие годы. Ой. Ну, началось. Благо, у нас две роги. Ой. И тут, типа, выбирай, какую ловушку ты активируешь. Хотя... А у нас кто-нибудь может? Кипа Нэнио может нас вот сюда, допустим, переместить. Да? У нее порталов полно. Ага. Но это она. Это только она перенесет с ней. Давайте все. Оп. Во. Суперски. Он получается вот эту ловушку обезвредит. Вот эту ловушку обезвредит. Так, теперь Вольжев, который почему-то остался позади, может обезвредить вот эту. А, черт, это не перекрестный обезвреживание было. Здесь какие-то трупаки. Что это? Труп демона, оказавшегося недостаточно ловким, чтобы избежать магической ловуши. Обломки некогда бывшие магическим големом. Судя по мятам, он был разломан в жестокой схватке. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ребят, давайте. Никто без моего ведома никуда не будет ходить сегодня. Тут это один неверный шаг, и нас всех испепелить. Но, благо, башня оказывается небольшой. Я думал, здесь будут схватки и вообще. А это, смотрите, довольно-таки буквально башня. О, дамантиновый голем хочу. Ладно. Два. Два дамантиновых голема. Но они вряд ли серьезные. То есть у них, скорее всего, до жопы армор-класса, да, 29. Даже армор-класса у них не до жопы. Но, а тогда чего? Я не знаю, я не полезу вперед Больжевам. Я так думаю, что Арушалэ может просто на них настрелять. Да, и сделать им больно. И Дейрон тоже в них выстрелил. Ну и Нэнё. Ну, то есть пока они, короче, к нам подойдут, один из них уже скопытится. Ну, сила. А сила может отложить ход. Вот так вот. Это что на нём? Ой. Как-то он... Странный у него ближний бой очень. Такой вроде как ближний, а вроде как дистанционный. На тебе. Ага. Ну, тут у нас, конечно, этот... Немножко ранен Висмут, но... Тратить заклинания на то, чтобы подлечить Висмута мне как-то вообще не хочется. Ага. Давай ты вот же вот это сделаешь, пока мы не вляпались. А мы чуть было не вляпались, кстати. Ой. Ну. 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 Ну, ладно, он ещё один разок атакует, после чего он эффектно помрёт. Ой. Правда, он эффектно атакует нашего персонажа. Что мне не очень нравится. Всё, готов. Готов. Обломки некогда бывшие магическим големом. Судя по всему, он был разломан с жестоких схваток. Так, знание магия. Ну-ка. Нынё. В этой надписи хранилось сигнальное заклинание, которое разразилось бы боем при появлении чужака. Время развеяло чары, пощадив ваши уши. Ой. Но вот ловушки никто не развеял. Арушалай, давай-то вперёд. Где там? Ха. Арушалай не смогла обезвредить ловушку. Так, Вольжев. Вы чё? Фух. Смогли. Молодцы. А здесь про голема просто почитать? Ну да, обломки некогда бывшие големы. Как-то... Как-то не знаю. О! Да шо-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что. Что ни шаг, то ловушка. Как-то мне не нравится такая фигня. И заметьте, что снова эта история с поворотом камеры. Типа, если поворачиваем камеру, у нас... Блин. Давайте в другую сторону пройдём. Хотя... Хотя, не, мне кажется, вот здесь можно Арушалай аккуратненько провести. Да, можно. Я слышала что-то. Ага. Что-то не здесь. Ага. Ловушка защищает ловушку. Я закончила здесь. Есть больше? Хорошо. Давайте теперь с другой стороны. Ой. Ой, Дейрон, не колбаси. Так. Мы можем вот сюда встать, конечно. Но вот этот едистал. Но давайте пока обойдём вокруг. Блин. Да. Место заловушено конкретно. Вот вообще прям. Ну, сейчас всё обезвредим и будет безопасно, я так думаю. Да что ж ты будешь делать? Ха-ха-ха. Серьёзно, теперь Вольжев не смог. Не, Вольжев смог второй попытку. Так. И вот ещё одна. Но кажется, это последняя. Хорошо, давайте вот сюда подойдём. Теперь. Когда стало безопасно это. Обалдеть. И попробуем камеру повернуть. Ага. Ага. Всё, я понял. То есть нам всё-таки вот сюда, например, да? Ребятки, все на борт. Так. Я вот только боюсь, что эта хрень сейчас уедет. И мы останемся здесь навсегда. Вечности висеть. Что это делает? Пыщ. Ага. А, ну типа загорел. Ага. А-а-а. А-а-а. Всё, хорошо. Висмут, останься здесь. Остальные пошли. Так. А теперь. Ага. А теперь вот так мы можем сделать. Ага. Прикольно. Ну то есть довольно-таки не сложно. Вот здесь ещё, правда, есть такая же штука. То есть пазл не сложный. И решаемый. Во. Ну и вот эту штуку нажмём. Да? Так. И вот эту, видимо, тоже нам надо. Но вот здесь всё просто. Здесь просто прошли и ткнули. Правильно? Кто-нибудь, господа. А, ну пошёл лично Маркан. Нормально. А-а-а. Сундучки. Хотя больше похоже на гробы. Но всё-таки сундучки. Сундучки я хочу. Вот что-что. А сундучки мне бы не помешали. А вот этот тоже активирован. Этот активирован. То есть нам осталось только центральный. Получается нажать. И мы с вами в ажюре. Так, но... Опять же, да, надо этого высмута вот сюда поставить. Тогда, когда мы повернём, подъедет вот этот. А-а-а. Пу-пу-пу-пум. Подвижность. Да? Ну ладно. Фух. Оба. Ботинки. Духоловые. И 15 тысяч монет. Здорово. Так. Я как раз говорил, да, помните, недавно, что с ботинками-то у нас всё плохо. Я здесь. В общем, давайте посмотрим, что за заботы. За заботы. Эти ботинки дают охотнику на духов возможность использовать способность духовного усиления оружия 4 дополнительных раза в день. Ну, наш охотник на духов уже в аду охотится на духов, если что. Если что. А что за осквернитель, кстати? Что это такое? Нечестивая тяжелая булава. Увеличивает урон, наносимый проведением негативной энергии живого существа. Или количество здоровья излечиваем нежность. Понятно. В общем, немножко для злых персов, не для нас. Так, ну мы с вами тем временем смогли такие центральные вот этот вот пьедестал водрузить на место. Но я так смотрю на время. Давайте-ка в следующий раз уже посмотрим, что там происходит. Так вот получилось, но я не знал, куда идти, поэтому вот такая вот фигня. Посему спасибо Миша Лебедева, Андрею, Фиолетову, Евгению, Глебу, Дахармсу, Просто Эду, Антону, Цару, Глебу, Сахарову, Юджину, Уолену, Алексею Смирнову, Сергею Кайну, Баррату, Монзо, Дарья, Кравчук, Уайт, Рэббит, Рокки, Бальбо и Кириллу Олехину за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо, что вместе со мной проходите игру. Да, я знаю, что я там провалил проверку религии, завалил квест. Ой, беда, беда. Ну, а на этом у меня все. Всем удачи, счастливо. Пока-пока. Увидимся.